доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые психофизиологи мы сейчас с вами находимся на странице нашего сайта которая посвящена детской патопсихологической диагностики мои сотрудницы активно работают над тем чтобы предоставить эти методики вам уважаемые коллеги к сожалению пока у нас небольшое количество лиц которые организации которые заключили с нами договора но тем не менее не есть народ начинает просыпаться интересоваться тем что должно быть у них всегда и везде если они работают школьными детскими психологами возрастными психологами давайте так на будущее будем говорить о возрастных психологов неважно где они работают в детских ли садах в домах валидности школах ли неважно не принципиально речь идет о том что представленная на вашем экране методики в обязательном порядке если вы работаете уважаемые коллеги в области детской возрастной психологии должны у вас быть все вот эти искать без исключения все эти варианты и вчера моя коллега значит я и так попросил давайте сниму видео о том какие методики можно использовать при демонстрации своей работы у нас же мы понимаем что надо нас есть у всех руководителей перед ними надо отчитываться показывать им какие-то реальные цифры диаграммы графики и так далее и вот моя коллега девушка она сформировала такой перечень верит виктор николаевич от сейчас он передо мной лежит и его не видите и я сейчас вам расскажу о тех методиках которые можно оцифровать условно говоря все методики являются патопсихологическими качественными и с трудом подаются оцифровки руководитель требует какую-то отчетность да и вот вы можете соответственно создать какие-то графики диаграммы показать ему сделать презентацию в powerpoint и показать это все на экране озвучить и так далее все методики патопсихологические еще раз вернусь на шаг назад но тем не менее некоторые из них при определенных усилий с вашей стороны могут быть оцифрованы и продемонстрированы в качестве некой отчетности давайте я вам сейчас прямо их перечислил передо мной лежит лист с оценкой мои коллеги значит итак первая методика которую можно оцифровать можно и нужно оцифровать демонстрируя результаты своей работы в качестве столбиковой или круговой диаграммы это первая методика на первом не идет это методика очень хорошая методика внимание детская версия интерпретация этой методики может быть подвергнута оцифровки и демонстрации соответственно в красивых каких-то отчетных материалах далее методика которая может быть оцифрована это конечно таблицы шульта очень красивая отчетность получается можно показать все это в развернутом красивом виде потому контингент улиц с которым вы работаете коллеги далее методику которую никак не удастся оцифровать это опосредованное запоминание простите поле он тел то есть вот следующие две методики первый вариант и второй вариант оцифровать его практически невозможно в принципе можно но надо заморочиться придумать вам самим с учетом вашей работы какую-то систему оценок ранжирования так скажем показатель получаемый по той и другой методики и показать что там можно но не нужно поверьте вам померь поверьте мне это все-таки качественные две методики далее методика пиктограммы детской версии оцифровки поддается получаются красивые диаграммы и у них можно показать вашим руководителям далее значит следующая психологическая патопсихологическая методика это исключение лишнего предмета первая версия первая из четырех структура вот этой методики к сожалению пожалуй наверное но не единственный она поддается оцифровки она поддается оцифровки значит далее следующая методика структура и интерпретация вот следующие методики 2 из 4 вот это вот не поддается оцифровки структура методики следующий 3 из 4 вот это не поддается оцифровки следующая методика детской версии 4 вариант вот эта методика 4 из 4 поддается оцифровки Следующая методика Исключение лишнего слова Не поддается оцифровке Далее Я смотрю по своему списку Следующая методика Не поддается оцифровке Не поддается оцифровке Еще раз повторюсь Что в принципе заморочиться И создать какую-то свою Систему ранжирования оценок Можно, но не нужно Тем не менее В общем-то, смотрите Следующая методика Вариант Исключение лишнего слова 3 из 3 Не поддается оцифровке Следующая методика Аналогии невербальные Не поддается оцифровке Это исключительно качественная версия Следующая методика Простые аналогии Не поддается оцифровке Аналогии парные Не поддаются оцифровке Аналогии детской версии 4 из 4 Не поддается оцифровке Следующая Не поддается оцифровке Классификация предметов Детская версия Не поддается оцифровке Сравнение понятий Детская версия Не поддается оцифровке Существенные признаки Детская версия не поддается оцифровке Следующая методика Метафоры, пословицы и поговорки Сравнение метафор, пословицы и поговорок Не поддается оцифровке Методика цветной матрицы Равена Она у нас есть Поддается оцифровке Заказывайте хорошую методику Тест Тревожность детской версии Не поддается оцифровке И тест детской перцепции КАТ Детская версия Не поддается оцифровке Вот буквально я сейчас пробежался По всем вариантам методик Представленных у нас на сайте В общей сложности их 26 Здесь вот еще скрыты две методики Они тоже не поддаются оцифровке Захотите нажмете увидеть их Они скрыты на сайте Их так не видно Но при наведении курсорчика Открывается страница новая Вот такие результаты То есть методик которые являются Детскими патопсихологическими Не все поддаются оцифровке Буквально в процентном соотношении Наверное 80 на 20 процентов То есть буквально если посчитать Сейчас вот я смотрю Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь, восемь Восемь методик из представленных 26 поддаются оцифровке Но поверьте мне Это вполне достаточно Чтобы представить вашему руководству Или там где-то на конференции На какой-то Представить красивую информацию По вашей работе Собственно на этом все Благодарю вас за внимание И удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok